Китай всерьез рассматривает возможность продажи летального оружия России. Об этом, по крайней мере, говорят в ряде государственных органов США, в том числе в ЦРУ и в Госдепе. По их данным, Россия испытывает острую нехватку вооружения, экипировки и финансов. Если сделка будет заключена, Москва еще больше попадет в зависимость от Пекина. О том, насколько велико влияние Китая в России уже сегодня, детальнее расскажет наш коллега Данила Кобза. «Хочешь мира? Готовься к войне». В Пекине, похоже, эту пословицу воспринимают по-своему. В годовщину начала полномасштабной войны России против Украины Китай презентовал свой мирный план, где заявил о желании скорейшего завершения вооруженного конфликта. Вместе с этим председатель комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Ван И проводит переговоры с высшим военным руководством России. А через два дня глава ЦРУ Уильям Бернс заявляет, что Пекин опасно близок к тому, чтобы начать поставлять оружие Москве. «Мы уверены, что китайское руководство рассматривает вопрос о предоставлении летального вооружения. Мы также не видим, чтобы окончательное решение было принято, и мы не видим доказательств реальных поставок летального оружия. И именно поэтому я думаю, что госсекретарь Блинкен и президент сошли важным чётко указать, какими будут последствия этого». А с 28 февраля с четырёхдневным визитом в Китай прибывает Александр Лукашенко. Американский институт изучения войны считает, что Пекин может использовать Беларусь для обхода санкций. Минск будет получать помощь из Китая и передавать её Москве. Сам же Лукашенко лишь подкрепляет эти гипотезы словами о том, что якобы Беларусь и Россия совместно способны создавать любые образцы вооружения. По мнению экспертов, если такую схему утвердят, реакция Вашингтона будет незамедлительной. Как только Китай прибегнет к такому процессу и будет посылать через транссибирскую магистраль на Минск определённое вооружение, а оно будет исчезать, например, по пути в Беларусь, и появляться у нас на линии фронта, то, конечно, здесь будет автоматический ввод санкций против Китая. Понятно, что пока неизвестно, что будет входить в эти санкции. Но сегодня нам известно, что те же G7 во время саммита в Хиросиме планируют, в сущее чего, разрабатывать коллективный подход к санкционированию именно Китая и Ирана, поставляющих помощь России. Это, конечно, беспрецедентно. Китай сейчас единственная страна, которая может оттянуть поражение России. Поставок вооружения из Ирана и КНДР не хватает. А в финансовом плане эти страны изолированы от мира так же, как и Кремль. Поэтому Китай служит таким экономическим мостиком между Москвой и Западом. Основные потоки подсанкционной продукции и товаров компаний, которые вышли из России, идут через КНР. За это Пекин получает контроль над значительной частью российского рынка. Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которым может использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии. Тем не менее, говорить о том, что Китай открыто выступает против Украины – рано. КНР последовательно занимает позицию неосуждения, но и неподдержки России на международных площадках. А Киев рассматривает Пекин как одного из возможных участников международного диалога по принуждению Москвы к миру. Об этом во время своей пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.